Я, если позволите, для начала сказал бы о том, почему, на мой взгляд, фигуры Юлиаса и Этеля Розенбергов нам сейчас важны. Несмотря на то, что практически в общественном сознании их сейчас нет в России. Это надо честно признать. Это очень важная история, потому что, по сути, большой войны сейчас в мире нет. Именно потому, что ключевые страны обладают ядерным оружием. И в этом, конечно, немалая заслуга и Розенбергов тоже. Дело в том, что я бы, наверное, назвал, если попытаться охарактеризовать деятельность этой четы одной короткой фразой, я бы называл это «peace-шерингом» или «nuclear peace-шерингом». Я думаю, что люди эти, как исторические фигуры, были больше и господствовавшего тогда дискурса в Соединенных Штатах, и чем-то гораздо большим, нежели признавали тогда на тот момент в Советском Союзе. Они стояли над идеологиями. Да, безусловно, они были левыми по убеждениям, но они стояли над идеологиями. И почему это важно сейчас? Дело в том, что есть масса признаков, мы можем их наблюдать, что если бы не было сейчас ядерного оружия, то, наверное, какая-то большая война в мире бы уже велась. Потому что мир в целом разделен, нет ресурсов для экстенсивного роста, которое требует капиталистической системы хозяйствования. И отсюда мы видим и массу прокси-воин, и всевозможные формы маккартизма в самых разных странах, и такие явления, как cancel culture, которые мы наблюдаем. Это тоже, в общем, свидетельство такого роста агрессивности. Но большой войны все-таки нет. И нет только потому, что ключевые страны, это не только ключевые западные страны, но и наследница Советского Союза, Россия, и Китай, и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием. Поэтому нет войн. Могли бы вспыхнуть уже войны за минувшие 50 лет между Индией и Китаем, между Индией и Пакистаном. Мы знаем, какая была большая напряженность. И то, что сейчас происходит в отношениях России и Соединенных Штатов, России и коллективного Запада, это тоже очень серьезная заявка на какое-то грядущее вооруженное противостояние. Тем не менее, мы видим, что наличие ядерного оружия у основных игроков сдерживает их от массового взаимного уничтожения. Поэтому, я думаю, все мы должны быть благодарны этим людям, которые пожертвовали жизнью, ради того, чтобы у нас в конечном счете была возможность сейчас об этом здесь говорить.